Доброго дня! Сегодня мы с вами поговорим о таком интересном имени, как Назар. Вот разные формы записи. Назар. И вот здесь еще более схвона. Это Назарий. Приющий. Назар. Наша. Это буква Наш. Что здесь? Единяя людей Земли, людей Неба. Знания. Небесные знания земные. То есть вот это у нас буква Люди. А вот так это знание или мужество. Это символ мужского жизненачала. Ук. Буква. Или в современности говорят Игрек хромосома. И вот здесь происходит единачество людей Земли, людей Неба. Или люди Земли восходят знаниями. А через что? Через азы. То есть Назар, он знает азы. Азы, то есть новое, он знает то, как нужно осваивать ступень. И вот дальше он уже их осваивает, единяя вот этим потворцовым фактором. Это буква Земля. Это символ нашей планеты. Можно видео про планету посмотреть. Да, вот он единяя вот этим потворцовым фактором творцовость, да, творцовость прежнюю и настоящую для того, чтобы наработать новые качества своей рекучести, своей мозговитостью, для того, чтобы обрести какое-то новое состояние рекучи. Вот это ЕР, это защита, защита от ползания нездрава. Поскольку у нас вот эта согласная буква, то как раз ЕР, она защищает от чрезмерно согласных. Вот, то есть здесь мы видим много букв АС. То есть это о чем говорит, о том, что Назар работает с новизной, он работает с новым, он осваивает новое, осваивает, да, что-то, может быть, все время новый вид деятельности, какие-то новые способы работы, да, и тем самым он нарабатывает новые качества, новые качества своей биоструктуры, своей мозговитости. Ну, сейчас вот посмотрим другие расшифровочки. Вот здесь у нас Н, то есть наши, каждый наш, он должен стать спасителем. Это уже буква Н, НОИ, это спаситель. Вот по этой букве, да, мы знаем НОИ, который спас, да, там, каждый тварь и попарь, да, в период всемирного потопа, да, то есть а как он спасал? Он взял, концентрировал все самое лучшее, вот те, кто достоин был восходить, он их и спасал, да, концентрируя их генетический материал, да, то есть их лучшие концентраты, вот их доработок он спасал. И здесь мы видим обоснование на столбности земной буква покой, столбности небесной, и это дает возможность обрести бессмертие, потому что здесь мы видим ТАУ, вот такая буква ТАУ. Это восхождение, восхождение к светоносности, восхождение к более тонким материям, да, а вот здесь она, видите, вот такая ТАУ, да, и вот такая ТАУ, вот она, идущая в прошлое, идущая в будущее. Да, вот их сигмация здесь происходит, да, поэтому здесь и такое бессмертие во временах, а через что? Через азы, то есть Назар хорошо знает азы, он действует азами, он действует новью, он действует новым лишь, но и дает нам лучшее блаженство. Для того, чтобы вот обрести сотничество, да, невырожденчество, то есть спасая азами, да, все лучшее, да, он является спасителем или спасителем азов, да, то есть знаний нового, да, вот того, что люди наработали, да, вот сконцентрировали, вот это новое, не то, что вот мы уже знаем наработки, да, а он чего-то нового, и тем самым он дает возможность, да, обрести сотничество, невырожденчество. То есть это уже такие мощные наработки. И как он это делает? Сотворяя коллективный дух разум. То есть он является активным строительством коллективного духа разума. То есть а что такое коллективный дух разум? Вот здесь нам буква эта подскажет. То есть вот эта буква Я – это с людьми дарокрестного видения. То есть это когда люди образуются, вместе группируются, и бывает чувствуется общность такая. Вот это и есть, когда все люди на планете, мы формируем единый коллективный дух разум с людьми даром окрестного видения. То есть дар окрестного видения, когда у нас ОВА на четыре стороны, вот есть такая буква, мы воспринимаем, мы чувствуем миры на все четыре стороны, это и в пространствах, и во временах. Мы знаем, что вот так надо поступать и так далее. Поэтому вот Назар, он сотворяет коллективный дух разум, он привносит в создание, в формирование коллективного духа разума, то есть всего того, что наработали все люди, нового, то есть то, что он спас, вот те концентраты, то, что он увидел лучшее на Земле, вот это новое лучшее, то еще чего не было, он это как бы и спасает, является тазами, и этим он сотворяет коллективный дух разум. Вот такие задачи Спасителя у Назара на планете Земля. Интересно тоже. И если мы вот так посмотрим, тут уже реющий, Назар реющий, потому что что такое рей, реющий, то есть это вот восстановление, вот это репа корневая основа, это восстановление или иного организации, семейственности. То есть вот мы видим мужчина-женщина, потому что это, ух, концентраты. И к ним приходит уже, вписывается ангелизм, уже дети приходят. То есть это вот такая уже полноценная семья, то есть он организует, он новоорганизует, создаёт условия для того, чтобы воплощались семьи, потому что он же, вот это еще ребеночек в пеленочках, а вот здесь уже в семейственности этот ребеночек начнет восходить, начнет уже развиваться. Вот, поэтому здесь он, обратите внимание, служит спасителем уже с восходящими возможностями, здесь он уже обретает какие-то новые качества, то есть спасая все лучшее, он тем самым нарабатывает новые качества. А через что? Через оздоровление окружающей среды. Буква ЗА. Это буква ЗЭТ, да, с даром окрестного видения. Посмотрите, сколько АЗОВ, сколько нового, да, АЗ. ЗВУК А, это всегда говорит нам о новом, да, о восхожденчестве, то есть это всегда восхождение на следующую ступень, это всегда освоение чего-то нового. По жизни, да, это могут быть новые места работы, да, новое место жительства, новый город, место жительства, да, это могут быть какие-то освоения новых навыков, нового ремесла, да, смена свердительности и так далее. Всегда вот новое, новое, новое. Поэтому у Назара это очень сильно, он через это действует. Вообще интересно, на заре, да, вот он на заре, то есть вот он, да, на заре, вот а заря, это что, это же, зарями троечными, смада тресвешься, да, поэтому зори, зорьки, зареницы, это очень мощная система, да, вот зарями троечными. Поэтому, да, то есть это утренняя зорька, дневная и вечерняя, вот он на заре, то есть это тот, кто вот только-только что-то восходит, он это подхватывает, да, восходящая система, то есть вот Назара, надеюсь, что они это почувствуют, да, вот, что они вот это вот чувствуют, да, восхождение, они это поддерживают, да, вот какие-то новые росточки, какие-то новые знания, какие-то новые навыки, да, вот они это поддерживают, они это взращивают, да, и вот таким образом он нарабатывает, Какие-то новые навыки, приобретает новые качества своей биоструктуры. Через что? Через оздоровление окружающей среды. Это буква Z. То есть создание поведенческого потенциала. Мы знаем, что это грамотное поведение. Поэтому посредством Z он организует грамотное поведение, то есть вокруг себя оздоравливая. Он собирает примитивную энергию земли и неба. Через свою биоструктуру он своей мозговидностью ее прорабатывает. Он считает, что совершенно новое. Еще и здесь дар окрестного видения формируется. То есть он еще и освещает все вокруг. Таким солнцем служит. И этим он спасает окружающий мир. И этим он нарабатывает свои новые качества. Для того, чтобы своей мозговидностью создавать коллективный дух-разум. Приходом семейственности. Для того, чтобы в семью могли воплощаться новые ангелизмы. Он для этого делает все новое, все лучше. Он взращивает. И это дает возможность сюда приходить, воплощаться великим системам, великим детям рождаться. Поэтому Назара на заре работает. Он чувствует движение Солнца. Солнце – это звезда наша. Она показывает нам пути. И Назар это чувствует. Он понимает эти веньги. Что нужно осваивать. Какие азы приходят. Что нужно сейчас в окружении для того, чтобы стать спасителем. Поэтому Назар это все чувствует. Он это понимает. И таким образом он действует. Такие задачи Назар может в себе пробудить. Такие способности. И это мы еще только-только немножечко прикоснулись к этому имени. Познакомились с ним. Поэтому, конечно, Назары еще глубже могут изучать значение каждой буквы. И различных букв в сочетании. И так далее. Поэтому имя очень мощное. И с зарями, конечно, много что сложено. И всегда почитается и восход Солнца. Вот зорька-полуденица – это уже очень такая серьезная. Не все выдерживают. Потому что Солнце выжигает, может, нездраво. Почему Зело не любит? Как бы, мол, Солнце. Ночь, надо луна, отраженный свет. То Назар – это солнечный человек. Он всегда с зарей. Он с Солнца. Он живет этими солнечными циклами. Он это понимает. Чувствует Солнце. На Солнце райская форма жизни. Кто, к которому мы должны взойти. Наша следующая ступень. Поэтому Назар таким образом нас ведет к солнечности. И сам он является проводником этой солнечной энергии. Поэтому вот так немножко прикоснулись к имени Назар. Поднакомились с этим именем. Это биокодировка. Поэтому спасибо большое за внимание. Всем Назарам большой-большой привет. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.